Микс Ньюс Олег Пек в студии, программа Синема Вот так действительно коронавирус Вносит свои Какие-то поправки в нашу жизнь Планировалось, что мы сегодня Эту передачу посвятим Квинтину Тарантино Что к нам придут Замечательные, прекрасные Ребята из Киноколдс, которые Расскажут о Тарантино и почему они Собираются показывать в Риге Его достаточно Такой, ну наименее Может быть известный фильм, но От этого не гораздо Мне он тоже, мне он лично Очень нравится, Джеки Браун И, к сожалению Вот так случилось, что у нас просто Закрылись все кинотеатры, сначала Splendid Palace, затем я получил Вот в понедельник сводку боевых действий Там были данные Посещаемости за уикенд И, ну для сравнения Если обычно все-таки Какой-нибудь Самый главный фильм смотрит там 5 От 5 до 10, а иногда там бывает И 15, и 20 тысяч зрителей В этот раз Все результаты были Просто ниже тысячной планки И В понедельник уже Даже в воскресенье Было ясно, что Большие мультиплексы тоже Закрываются То есть закрыты Все мультиплексы И вот теперь кино смотрим дома С другой стороны Ну вот приходят все Тревожные Известия И О заболевших коронавирусом Голливудских даже звездах В частности Вот Том Хэнкс Со своей женой Правда Они уже Утверждают, что Вот их выпустили И Все у них благополучно Эдрис Эльба Достаточно тоже популярный Одно время он претендовал Даже Ну Темнокожий актер Невероятно красивый Думали, что он станет первым Темнокожим Бондом Кстати, такие слухи ходили Он тоже объявил в Твиттере Что у него обнаружен коронавирус Но тем не менее Успокоил всех Что он чувствует себя хорошо Сама изолировался Чтобы не распространять болезнь дальше Ну и Конечно Из Еще таких Известных Артистов Которые Подтвердили Наличие заболевания Это Ольга Курыленко Она Ну Считается сейчас Французской актрисой Живет Правда, по-моему Постоянно в Лондоне И вот она Рассказала В соцсетях И действительно Взволновала поклонников В том числе Вот и российских И украинских Девушка Бонда Которая сыграла эту роль В одной из серий Кванти Милосердия Она снималась И в Человеку Который убил Дон Кихота Комната желаний Кстати, совсем недавно Эта картина Вышла И можно было видеть Ее агент Джонни Инглиш Третья часть Так вот, она тоже сообщила О том, что У нее Диагностирован коронавирус Но Она находилась Не в больнице Потому что Лондонские больницы Были переполнены И вот Буквально звезду Кинозвезду Актрису Отправили болеть Дома И она сказала Что практически Вот назначено было ей Лечение Только один парацетамол То есть вот Ситуация достаточно Драматическая Но в то же время Вот она Ну, если следить за ее Социальной вот сетью Она сейчас уже Успокаивает поклонников Что у нее температуру Удалось сбить Потому что у нее Было под 40 Температура И Сама она Даже не имеет Ни малейшего представления Где она подцепила коронавирус Взялась за Дверцу такси Открывала Какую Взявшись за дверную ручку Где-то Двери То есть вот Совершенно просто Такая вот ситуация Когда Никто из нас Действительно Не застрахован Но Что самое Ну, скажем так Печальное Это то, что Понятное дело С закрытием Кинотеатров Они начали закрываться Массово сначала В Китае Были перенесены Премьеры фильмов Уже, я думаю Все в курсе Что Фильм Очередной фильм О Джеймсе Бонде С Дэниелом Крейгом Последнего появления На экранах В этой роли Должно Было состояться Вот буквально В апреле Но теперь Точно этого Уже не будет Все это вызвано Было Ну, решение Переносия Было принято Еще заранее Потому что Очень важную Большую Составляющую Часть доходов Этой франшизы Составляют ее Ну, так скажем Азиатский прокат В частности Китайский прокат В Китае очень любят Бондовские фильмы И с закрытием Кинотеатров В Китае Сразу Решили Создатели Этого фильма Что придется Перенести его На осень Потому что Потерять Китайского зрителя Это значит Лишится Ну, большого Большого пирога Но, ладно Джеймс Бонд Кроме этого Сейчас перенесены На целый год Премьера Фильма Форсаж 9 В настоящее время Вот Перенесена Премьера Второй части Тихого места Третья часть Фантастические твари Обещали Что это будет Такая Переломная часть Франшизы Третья часть Мира Юрского периода Причем Должны были Вернуться В этот фильм Актеры Из оригинальной Трилогии Новый Бэтмен С Паттисоном Опять-таки Перенесен И неизвестно Когда Выйдет На экраны Байопик С Элвисом Пресли Но здесь Он еще Находится В процессе Съемок И как раз Заболевание Тома Хэнкса Как раз И остановило Работу Над этим Фильмом Среди Еще отложенных Премьер Это Сольная В общем-то История Русской Супершпионки Наташи Романов В исполнении Скарлетт Йоханссон Фильм Черная вдова От Марвел И Снова Конечно Вот Ну называется Причина Эпидемии Коронавируса В общем До Неопределенных Времен Должна была быть Премьера Назначена На конец Апреля Но решили Не рисковать И перенесли Что касается Других Проектов Которые Остановлены Это Поставлены На паузу Несколько Сериалов Основания По Айзеку Азимову Для любителей Фантастики Это Одна из Таких Культовых Просто Титанических Работ Где Айзек Азимов Попытался Не просто Там такой Сюжет С одним героем Это История Человеческой Цивилизации Наперед Вообще То есть там Просто серия Романов Глобальнейшая История Лизи По Стивену Кингу Опять-таки Сейчас Ну Неизвестно Когда Продолжатся Съемки Ну и Вторые сезоны Утреннего шоу Дом с прислугой Мистический квест Все это Опять-таки Перенесено Что еще Из таких Вот Крупных Событий В Новой Зеландии Остановили съемки Аватара Джеймса Кэмерона Ну вот Если честно Уже больше Ну у меня Такое ощущение Что лет Ну не Пятнадцать Он Занимается Продолжением Аватара И После Титаника Аватар Первая часть Вышла И все И долгое Молчание Должна Действие Должно Происходить Где-то под водой Подводный мир Там Опять-таки 3D Эффекты Все это Такой Долгострой Потому что Снимают Сразу Несколько Картин Чтобы Ну удешевить Производство Но пока Стало ясно Что Картину Мы еще Увидим Нескоро Конечно Вот Вселенское Горе Для Всех Толкиенистов Заморожено Производство Сериала По Властелину Колец Амазон В Новой Зеландии Прекратил Съемки Ожидалось Что это будет Еще более Развернутой Еще более Масштабной Еще более Эпической Там по-моему Я боюсь Соврать Но 1 миллиард Только бюджет Вот этого Всего сериала Вы можете себе Представить Сопоставимо Вообще С ВВП Латвии Одного сериала И все это Полетело В трубу Нетфликс Остановил Очень странные Дела Производство Ведьмака Опять-таки Второй сезон Должны были Снимать Уже Шли полным Ходом По-моему Съемки И все это Отложено В долгий ящик Понятно Что мы В конце концов Можем Смотреть Кино Дома Сейчас Я понимаю Что все-таки Вот эти Платформы Для просмотра Фильмов И сериалов Это Apple TV FX Netflix Кабельные Телеканалы Потирают руки Потому что Понятно Что их Возможности Очень сильно Возрастут Вообще Если честно Вот Эта ситуация Даже если Она вернется К нормальной Обычной жизни Насколько Сеть кинотеатров Переживет Такой удар Непонятно И может Быть Мы сейчас Стоим на пороге Каких-то Больших перемен Которые Начнут Происходить Вот в этом Уже году В 2020 Перемен Когда Изменится Потребление Кинопродуктов Сериальных Продуктов И Сейчас Огромное Количество Фильмов Доступно Все-таки Для Домашнего Просмотра Домашние Кинотеатры Позволяют Смотреть В великолепном Качестве С Переводом Субтитрами Различные Возможности Есть Ну и Если вы не знаете Что посмотреть На сайте MixNews В разделе Mixer Мы буквально Чуть ли не каждый день Выкладываем Какие-то Подборки С советами Для Любителей Кино Что можно Посмотреть Интересного Какие новые Фильмы Какие новые Сериалы Сейчас Доступны И Кстати Ну просто Это такой Ориентир Для Подборки Тематические Там Фильмы Про шпионов Любовные Истории Ну в общем На любой вкус Фильмы Ужасов Всегда Можно посмотреть Что-то И найти Что-то Такое Что Сможет Вам Вас Развлечь Во время Может быть Вынужденной Самоизоляции Или работы На дому В карантине Ну и Наверное Уже Вот завершая Сегодня у нас Будет очень короткий Такой Выпуск Потому что Рассказывать Действительно Нечего Московский Кинофестиваль Кстати Вот 42 Перенесен Он должен был Пройти С 22 По 29 Апреля Его пока Перенесли На вторую Половину Мая Но даже Вот сейчас На сегодняшний Момент Организаторы Опасаются Называть точную Дату Я хочу Напомнить Что в мае Ведь должен Состояться И Каннский Кинофестиваль Однако Вот его Проведение Тоже под Угрозой Потому что Сегодня Только сегодня Пришли Новости О отмене Евровидения Причем Как-то Вот Говорит Отмена Даже не Перенос Непонятно Что Произойдет Дальше И поэтому Конечно Вот Кинофестивали Особенно Каннский Фестиваль Учитывая Такую Изоляцию Стран Сразу Лишает Возможности Красных Ковровых Дорожек Приезда Звезд Всевозможной Вот этой Шумихи Которая Сопровождает Каннский Кинофестиваль С его Премьерами И Ну без Этого Непонятно Состоится Фестиваль Или Тоже Будет Перенесен Если Переносить Его на Осень Осенью И так Достаточно Тоже Плотные Графики Там Много Других Событий Фестивальных И Ну Каннский Фестиваль Может Как-то Не Вписаться Ну И Самое Уже Последнее Объявили Награду Золотая Малина Такой Анти Оскар Премя Которое Вручается Худшим Фильмом Конечно Здесь Есть Доля Субъективности Например Организаторы Золотой Малины Очень Не Любят Сильвестра Сталлоне И Поэтому Каждый Год Каждый Раз Когда Сильвестра Сталлоне Выпускает Хоть Что-нибудь Хоть Снимается В какой-нибудь Роли Обязательно Этот Фильм Попадает В список Золотой Малины Мне кажется Что это Такая Пристрастность Хотя Конечно В этом Году Наличие Его Картины Рэмбо Достаточно Оправдано Его Появление Он По-моему Худший Сиквел Или Ремейк Вот в этой категории Победил Фильм Сильвестра Сталлоне Последняя часть Рэмбо Но Конечно Главным Триумфатором Стали Кошки Здесь Никаких Сюрпризов Не Произошло Фильм Который Который Провалился В прокате Самое удивительное Что Пытался Ведь Снять Эту Картину Очень Уважаемый Британский Режиссер Топ Хупер Который Получил Худшего Режиссера Хотя До этого Он снял Прекрасный Фильм По Отверженным По Мюзиклу Отверженный Еще ряд Картин И по-моему Он же Снял И Король Говорит Который Получил Оскар Но Вот На Старух Тоже Бывает Проруха И Этот Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера Он Очень Странно Смотрелся Потому Что В театре Когда Актеры Изображают Кошек Это Условность Зритель Это Принимает Как Должное И Совершенно Спокойно Воспринимает Вот Такую Игру Актерскую Игру В роли Кошек В кино Когда Пытаются Превратить В кошек Актеров И как-то Скрещивают Их С Представителями Кошачьего Рода Это Выглядит Совершенно Противоестественно И В общем-то Певец И телеведущий Джеймс Корден Стал Лауреатом Награды За худшую Мужскую роль Второго Плана Рэббл Уилсон Получила За женскую Роль Они Кстати Сами Посмеивались По-моему Рэббл Уилсон Она выступала На золотом глобусе Шутила По поводу Своего Участия В этом Фильме Актеры Сами Чувствуются Что Жутко Стыдятся Джуди Денч Которая Сыграла Джуторонами Старая Джуторонами Она Заявила Что Не Смотрела Готовый Фильм И Не Собирается Этого Делать Но И Лауреатка Оскара Добавила Что знает Какая была Негативная Реакция На этот Фильм Кошки И Даже Заметила Что Скорее всего Люди Даже были Еще и Снисходительны Ко мне Во всяком Случае Известие О том Что ее Номинировали На золотую Малину Ее Развеселило Потому что Это первая Золотая Малина В биографии Столь уважаемой И Любимой Многими Актрисы Которая Сейчас Больше Известна Конечно По Роли Начальницы Джеймса Бонда Хотя Вот она Погибала В фильме Skyfall Вот такие Собственно На сегодняшний день Тревожные Действительно Тревожные Новости Будем ждать Когда откроются Кинотеатры Пока Их Открытие Намечено На 14 апреля Но Совершенно Непонятно Как будет Развиваться Ситуация Дальше И Мы видим По примерам Других стран Что Там тоже Происходят Аналогичные Закрытия Всех Увеселительных Заведений Но С другой стороны Вот это Закрываются Одни двери Открываются Другие Мы Найдем Наверняка Способы Как-то Развлечься Дома В конце концов Это могут быть И домашние Концерты Декламация Стихов Чтение Книг Вслух Кстати Вот в России Сейчас российские Актеры Принимают Участие в интересном Проекте Они читают Сказки В прямом эфире В инстаграме И Это Анатолий Белый Таисия Вилкова Ирина Старшенбаум Многие другие Известные актеры Ну вот такой Любопытный проект И Тоже Он Призван Как-то Приободрить И Поддержать Тех Кто Сейчас Решил Не покидать Свои дома Из-за Пандемии COVID-19 Ну а мы Продолжим Наше вещание Следите За новостями На радио Болтком Я же Олег Пик С вами Прощаюсь Всего доброго Продолжение следует